Привет! Меня зовут Александр. Я люблю создавать инструменты, которые упрощают жизнь другим. И поэтому я занимаюсь развитием платформы у нас в Сбермаркете. Платформа помогает разработчикам не думать о том, как задеплоить сервисы, как развернуть тестирование, тестовое окружение. Все это делает платформа. И ребята могут сосредоточиться на своих продуктовых задачах. Я хочу быть с вами откровенен и признаться в кое-чем. Я ленив. Я не люблю рутину. Я не люблю однообразные задачи, которые не помогают проекту. Я не люблю писать много кода, который не решает какую-то другую проблему. Я думаю, многие из вас сталкивались с тем, начав делать какую-то маленькую задачку, приходят к этому. Знакомы? Все это замедляет скорость доставки фич на прот. Для IT-проектов это очень важно, потому что скорость разработки, скорость занятия ниши очень важна в нашем очень быстро меняющемся мире IT-шечке. Twitter, GitHub, ZMIR-баркетов. Что объединяет эти проекты? Они когда-то начинали стартапом, быстро заняли свою нишу и выросли до больших крупных компаний. Что же им помогло в этом? Ruby on Rails. Это фреймворк на Ruby, который используют для быстрого протипирования. И многие проекты используют его, чтобы быстро стартовать свои проекты. Как вы думаете, сколько строчек надо написать, чтобы с помощью Ruby on Rails создать небольшой проект типа блога? Три. Все лишь три строчки, и мы получим новый проект, который готов к запуску. Мы получим слой доступа к базе данных и реализацию хендлеров для нашего API. Все это можно сделать так быстро благодаря кодогенерации. Во фреймворке есть множество генераторов для каждого слоя приложения. А библиотеки в Ruby имеют тоже свои генераторы для быстрой интеграции в проект. У многих из вас я сейчас вижу один немой вопрос. Какого черта ты несешь? Какой Ruby? Мы же на треке про Go. Примером этих компаний я хотел рассказать о том, как важно быстро сделать старт, и как кодогенерация этим помогает. И быстрый старт важен не только, когда мы начинаем новый проект. Он важен, например, когда нам надо сделать прототип, чтобы проверить какую-то гипотезу. Или когда наш конкурент сделал какую-то киллер-фичу. И нам необходимо, чтобы не потерять конкурентное преимущество, сделать ее аналог. Сейчас я вам хочу предложить попробовать создать блок на Go, используя кодогенерацию. И начнем с первого, создания проекта. И уже здесь мы можем потратить очень много времени для того, чтобы решить, а какая у нас будет структура. Храним ли мы все в internal или в ПКГ? Будем ли мы создавать пакеты под контексты, или будем создавать пакеты под транспорт? Но насколько это важно? Где будет это храниться? Или важно другое? То, что у нас проекты будут одинаковы между собой. И эта лунификация позволит нам быстро создавать, стартовать новые проекты. И программисту будет легко ориентироваться в нем и переключаться между ним. И поэтому, если мы откинем вопрос, принципиальный вопрос, где что хранится, мы можем воспользоваться генераторами проектов во фреймворках. Например, таких как Buffalo или Bigo. У них имеются встроенные генераторы проектов. И в одну строчку мы можем уже получить работающий проект, который мы можем запустить и начать реализовывать бизнес-логику. Если же у нас есть понимание и набор старых проектов, в которых уже устаканилась структура, мы можем создать репозиторий, шаблон, рыбу для наших проектов. И использовать их для создания новых проектов. Мы можем просто клонировать этот репозиторий и с помощью замены ключевых слов создать новый проект. Либо это можем автоматизировать с помощью утилиты GoNU. В следующем это у нас будет слой доступа до данных. Нам необходимы структуры для того, чтобы создавать, удалять записи, делать выборку. Нам нужна миграция, чтобы изменить схему BD. Все это мы можем сделать с помощью фреймворка END. Этот фреймворк позволяет описывать декларативно модели и на основе этого описания создавать необходимые нам структуры. Для начала работы мы должны сгенерировать пустую схему. Для этого есть отдельная команда, которую мы передаем наименование нашей модели. Затем в эту схему мы добавляем информацию о том, какие поля имеются в нашей модели. Допустим, у нас артикл, наша запись в блоге, будет иметь два поля, title и body. И эти оба поля будут типом string. После этого мы запускаем специальный генератор и на выходе мы получим набор структур, который позволит работать нам с базой данных. Например, создавать записи. Зная о том, что у нас есть поля title и body, у этих структур для команды, которая создает запись, имеются хелперы для установки нужных значений в эти поля. Либо возможность выборки записи. Здесь также есть возможность, есть API, есть возможность указать условия, по которым мы будем фильтровать наши записи. Следующим это будет API. Мы создаем веб-сервис. И основным взаимодействием нашего клиента это будет как раз через API. Здесь я хочу предложить воспользоваться более универсальным способом, который не зависит от стека. Это подход contract first. Идея, смысл этого подхода в чем? Что мы создаем описание нашего API, и потом на основе этого описания генерируются наши же хендлеры. Для описания используются специальные языки, interface description language. Самый известный из них это OpenAPI, он же Swagger, используется для описания REST API, и Protobuf, который используется для описания GRPC сервисов. Для каждого из них существуют консольные утилиты для генерации кода на основе этих спецификаций. Для Protobuf это утилита protoc. Мы передаем файл с описанием, который мы создали, и на основе этого файла генерируются либо клиенты, либо серверы. Таким образом, мы создали с вами небольшой блок. Мы решили с вами вопрос создания проекта, слоя доступа к базе данных, и сгенерировали хендлеры. Все это нам помогло сделать кодогенерации. Но на этом жизнь проекта не останавливается, он продолжает развиваться дальше, и при работе над ним существует множество других рутинных задач, которые также можем автоматизировать. Например, тесты. Я надеюсь, при разработке вы пишете тесты, и, например, вы можете использовать табличные тесты. И там при начале мы должны создавать структуры для описания тестовых сценариев. И здесь нам может помочь утилита GoTest. Она анализирует сигнатуру того метода, который мы передаем, и на основе этого создает нам тестовый сценарий, и добавляет сразу входящие параметры с определенным типом, и выходящий параметр тоже понимает, какой тип нужен, и добавляет его в тестовый сценарий. Очень часто нам надо заменить реальное взаимодействие с внешним миром каким-то эффективным. Для этого создаются Mocky. Они нам позволяют настроить поведение, ожидаемое для того или иного тестового сценария. Это писать тоже очень нудно и неинтересно, поэтому мы можем воспользоваться кодогенераторами, например, такими как Mockery. Он также анализирует интерфейс, который мы передали ему на вход, и создает структуру, API которого нам позволяет указать, какие входящие параметры он ожидает, какие данные он должен вызвать, а также мы можем указать количество раз, которые будет вызываться эта структура. Помимо бизнес-логики, для написания качественного приложения очень необходимо добавлять служебный код. Например, для улучшения обсервабилити нам необходимо добавлять трейсинг, логирование, метрики. Если мы это будем добавлять в тот же метод, где находится основная бизнес-логика, этот метод очень быстро распухнет и будет нечитаем. Для решения этого проблемы очень часто используют паттерн-декоратор. Он позволяет в каждой модельной структуре описывать только одно действие, например, трейсинг. Отправка трейсов. И потом их комбинировать и добавлять к тем структурам, которым нам это необходимо. Здесь также они практически будут однотипные и очень отлично этот вопрос решается с помощью кода генератора. Например, GoVrap. Он имеет набор шаблонов, которые реализуют те или иные обвязку в рапперы. Например, отправка метрик. Мы указываем интерфейс, для которого мы хотим создать декоратор в раппер. GoVrap понимает это и генерирует. Помимо существующих темплат, GoVrap позволяет написать еще и свои. С чем точно сталкиваемся каждый день? Это локальный запуск. Для того, чтобы окружение не конфликтовали между проектами, используем контролизацию. Docker и Docker Compose. И все нормально, если у нас один проект и инфраструктурная зависимость которого редко меняется. Если же у нас постоянно добавляются новые зависимости, там Redis, Kafka, etc, нам приходится править Docker Compose. Либо если у нас несколько микросервисов, нам приходится каждый раз вручную переносить это. Можно же ли это автоматизировать? Можно. Но для этого нам необходимо иметь декларативное описание зависимостей. У нас на платформе есть такой файл, который называется Manifesto. В нем содержится вся информация о том, какие инфраструктурные зависимости необходимы приложению, чтобы запустить, а также с какими сервисами он взаимодействует. И мы можем локально поднять всю эту связку с помощью только одной команды. Он под капотом анализирует этот манифест, это описание, и генерирует Docker Compose файл, и запускает. Более подробно, как это работает, и что еще умеет SBM Clive, и вообще, чем платформа помогает нашим разработчикам, расскажет мой коллега Эмиль, его доклад будет после обеда. Итак, кодогенерация нам поможет помочь и с обычными рутинными задачами. Написание тестов, написание декораторов, локальный запуск приложения. Но самый полезный инструмент будет именно тот, который решает вашу проблему. Исходя из того контекста, исходя из тех задач, которые перед вами стоят. Но может быть одна проблема. Он может быть не существовать, еще не написан. Но Go позволяет, имеет инструменты для написания любого генератора, который будет решать вашу задачу. У нас есть пакет AST, пакет для представления из токсического дерева, который позволяет получить информацию о коде, о том, какие параметры есть в методе, о том, что он возвращает, какие поля есть из структуры. Получив эту информацию, мы можем передать его дальше в шаблон. И скомпилировав его, мы получим уже готовый код, который мы можем использовать в нашем проекте. Запуск генератора мы можем добавлять непосредственно в код с помощью комментариев GoGenerate. И распределив запуски по файлам, в нужных местах, к которым они относятся. Мы можем все их вместе запустить потом с помощью одной команды GoGenerate, вызов его в консоли. Управлять генератором мы можем с помощью входных параметров. Например, здесь мы указываем то, что нам необходимо использовать темплату Prometheus, темплату с метриками, и сгенерировать в раппер для интерфейса Reader. Но в Go есть еще и структурные треги, которые мы указываем для полей у структуры. Ими также можно управлять генерацией. Например, здесь мы указываем, куда нам необходимо положить значение в JSON при сериализации. Соответственно, большой проблемой в том, что генератора необходимого вам не существует, нет, потому что в Go есть инструменты для того, чтобы создать его. Мы можем решить вопрос парсинга кода, вопрос шаблонизации. Также есть инструменты для управления генерацией. Используйте кодогенерацию для того, чтобы сделать быстрый старт приложения. Это очень важно, чтобы проверить гипотезу либо занять нишу на рынке. Вы можете использовать кодогенерацию для того, чтобы уменьшить объем рутинных задач. А если не существует того инструмента, который вам необходим, вы можете написать его сами. Попробуйте проанализировать те задачи, которые вы сталкиваетесь каждый день с ними. Оцените частотность этих задач. И сколько времени вы тратите на каждую из них. Выберите одну, которая занимает больше всего времени. И попробуйте найти для него инструмент для автоматизации. Либо подумать о том, как можно написать свой генератор. Используйте кодогенерацию для уменьшения рутинных задач. Чтобы у вас осталось время на действительно интересные задачи. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Арсений. Вопрос, собственно, по поводу кода генерации не до compile-тайма, а именно в рантайме. То есть вообще практикуется ли на год такая тема, как, допустим, генерация адаптеров для каких-то интерфейсов в рантайме, то есть до компиляции и в инъект рантайме? Ну, она, в принципе, есть. Это в рефлексе. То есть множество ORM-ок основано на этом. Но, понятное дело, это не совсем производительно. Лучше использовать все-таки код и потом компилировать его. Вообще оно как часто используется именно в неоремок? Вот в вашем опыте было такое? Иметь в виду рефлексия? Да, да, да. Да, но, к сожалению, да. Ну, на самом деле, да. Кажется, что это проще, когда ты пишешь какой-то инструмент, потому что не появляется дополнительных действий в виде запуска генераторов, а это все, такой мэджик появляется для пользователя. Но мы платим чуть-чуть с снижением производительности. Там по-разному, но оно есть. Так, хорошо, да. Спасибо большое. Меня зовут Игорь. Во-первых, хотел бы высказать уважение за использование XKCD Comics. А во-вторых, вот я увидел, там были параметры запуска использованы для генерации. Да. У меня вопрос, связанный с предыдущим выступлением, было, говорилось, нужно использовать, можно использовать short, но нельзя ли использовать собственные параметры запуска, чтобы обходить какие-то тесты? Если быстро контекст накинешь, то попробую ответить. Там было то, что тесты получаются интегрируемые, а вторые… Я понял, да, на самом деле что-то подобное есть у EasyJSON. Вот то, что видите перед началом вот этот вот комментарий EasyJSON, по факту это как раз и указывает то, что именно эту структуру надо использовать в генерации. Такие управляющие комментарии есть и мы можем управлять типа тегов как раз вот в этих тестах. Если тег есть перед структурой, мы ее используем в генерации, если нет, то мы пропускаем. Понял. Спасибо. Спасибо за доклад, Алексей. Очень все интересно. Есть вот в ГО какой-то инструментарий, ну, у тебя уже есть DB, а тебе модельки писать не хочется, ты такой, типа, DB pull, и у тебя вжу. Ну, часто же бывает. Да, часто. Давайте пусть будет подход DB first. Там связи сделали, а потом в код превратили. Можно сказать, что это ORM, который совсем будет анализировать. Но все равно там придется написать структуру. Вообще, как бы, идея здравая. Я пытался подобные сделать для создания фабрик для тестов, чтобы каждый раз в них описывать, а просто под это. вот, но когда я искал, готовых инструментов не было, поэтому воспользуемся пунктом 3. Я понял, я понял. Но там как бы нет, DSL-то не другой. Не, оно разгрешно. Но шаблонизация, шаблоны использовать. Ну и там что-то не было освещено, когда у тебя контракт на GraphQL. Я взял два самых популярных. Окей, окей. Все, спасибо. Я увидел только упоминание генерации вот в плане про доступ к базе данных, то есть слой доступа к базе данных. А есть ли какие-то готовые инструменты для того, чтобы генерировать слои контроллеров и сервисов? Какие-то endpoints может быть для веб-приложения? Да, вот как раз в разделе про API-first подход я об этом рассказывал. Но если ты имеешь в виду что-то, которое генерирует на основе базы данных и на основе моделей, тут есть сложность в том, что большое количество роутеров у нас имеется, есть большое количество пакетов для работы с базой данных и написать один какой-то универсальный это сложно. Поэтому кажется, что надо ты можешь опять-таки возвращаясь к пункту 3 написать такой уровень такую связку когда у тебя какой-то свой конечно фреймворк. Например, у нас есть такое, у нас свои пакеты, свой фреймворк Gullips, который называется и там мы знаем, что у нас используется хак-кроутер, у нас используется горм, если кому надо ORM, либо стандартный доступ через PSQL надеюсь вы поняли меня. И там у нас есть части генерации вот этого слоя для контроллеров на основе той информации, что есть и в контрактах и в базе. Спасибо. Здравствуйте, я Данил. Скажите, вы упоминали в докладе про манифест с описанием зависимостей. Для его написания используются какие-то генераторы или это руками делается? У тебя будет что-нибудь про это? Нет, я знаю, я просто не хочу чуть спойлерить. Да, используется. У нас есть команда по созданию сервисов, в которой есть флаги по тому, используют ли это онкавку и это то есть когда вызываешь создание нового сервиса ты флагом передаешь инфляционные зависимости и они автоматически прокидываются и дополняются в манифест. Понял, спасибо. Первый вопрос. Не очень понял переход. Сначала ты предлагаешь использовать Buffalo, Bigo, после чего сразу мы о них забыли и перешли давайте генерировать с помощью gRPC или Swagger. Я рассказывал стандартно три шага, которые необходимо сделать для написания небольшого приложения для старта прототипа. То есть нам надо создать проект, написать слой доступа в базе данных, потому что у нас все stateful и написать API для доступа к нашему приложению. И соответственно первое про Buffalo это был рассказ как мы можем автоматизировать первый этап про API это как мы можем автоматизировать третий этап. То, что используется Buffalo имеется в виду да, у него есть свой слой доступа и мы можем генерировать там, но очень часто происходит то, что мы привязываемся к этому фрейморку и очень тяжело потом мигрировать, когда мы вырастим из прототипа. Поэтому я предлагал использовать когда у нас нету понимания какой должно быть структуры чтобы не тратить время на обсуждение использовать эти генераторы запустить а потом уже писать код более отвязанно от этого фреймворка. То есть по факту мы только одну фишку используем фреймворк создать структуру. Второй вопрос интересует вы макери используете? У нас в этом отношении свободно если в принципе про компанию в нашем проекте да. Просто интересно что очень многие продолжают использовать в макере хотя есть такой полуофициальный откор разрабов гумок который имеет то же самое интересно почему вы остановились на макере? как большинство решений войти так исторически сложилось да тот комментарий о том что оно работает то есть действительно больших преимуществ как ты и сам сказал оно делает то же самое и поэтому больших преимуществ отказываться и переходить на то не видно возможно какой-то новый проект мы попробуем чтобы понять насколько удобно с гумок скажем ну вопросов нет давайте поаплодируем так спасибо